всем привет не устаю повторять слова благодарности всем тем кто пишет комментарии под моими монологами всем тем кто материально поддерживает канал это очень и очень приятно поддерживайте побольше пишите почаще или наоборот не знаю как хотите ну а сегодня я вспомнил опять об италии об италии забыть невозможно потому что в советском союзе итальянская музыка звучала беспрерывно из радио из телевизора на улицах из ларьков звукозаписи которые появились уже там в конце восьмидесятых в начале девяностых ну а раньше из телевизора она звучала потому что итальянская эстрада это был тот там маленькая дверца которую советские власти приоткрыли на запад из запада тонкий ручеек итальянской эстрады тёк на территорию советского союза образуя озера лужи речки и прочие прочие альбаны и ромена пауэры да 8 ну конечно там 60 и 70 и не так это все было другая была музыка а в восьмидесятых уже вовсю и италия челентано уже челентано кстати да вполне вполне интересная музыка у него хорошие песни были но я не об итальянской эстраде а в итальянском роке рока там было и есть много разного очень характерного и очень сильно отличающегося от англо-американского рока хотя тот же самый инструментарий выступали группы на одних и тех же сценах разогревали и английские группы американские группы итальянские группы я имею ввиду выступали вместе американские английские музыканты продюсировали итальянские команды потому что очень им нравилась итальянская музыка рок подход артистов к исполнению рок грандиозных полотен мелодизм итальянские и вообще итальянская школа музыкальная конечно она конечно что говорить она отличается я боюсь погрязнуть в терминологии различные это нужно открывать книги и читать как как и что где что в чем отличие в построении в музыкальных построениях но это все на самом деле слышно термины не так важны для нас слушатели мы же не преподаем ничего и не являемся даже студентами их нет музыкальных образовательных учреждений поэтому просто слушаем музыку и на слух это все очень читается легко вот меня есть пластинка группы у оди колумба колумбовое яйцо называется 1973 год всего один альбом у группы вот так она выглядит красиво эта пластинка очень интересная потому что вы можете почитать в интернете отзывы об этой музыке причем лучше англоязычные читать отзывы их больше русскоязычных очень мало информации вообще кот наплакал что называется поэтому на всяких сайтах типа proarchives англоязычным там очень много отзывов рецензий и всякого всякого разного и интересно то что то есть группа она сразу привлекать внимание я ее купил в будущем время ничего еще про нее не знаю ничего не читая а просто понравилась обложка понравились вот эти вот фотографии думаю дай-ка возьму и не разочаровалась потому что это ровно то чего я ожидал ровно то что я люблю и ровно то что любит большинство из вас я в этом уверен потому что читаю комментарии примерно представляю себе уже вкусы извините за выражение своей аудитории так что я верю что большинству это конечно штука понравится вот так вот рецензии либо страстно положительные восторженные либо жестко отрицательные там где ставятся звезды оценивая рейтинг личные свои группы там от одной звезды до пяти звезд разброс такой нормальный то есть либо называют ее такими эпигонами группы эмерсон лейканд палмер все содрано все это мы слышали у эмерсона лучше послушать эмерсона вот это кстати позиция которую никогда не разделял и даже я не понимаю что значит лучше послушать эмерсона чем это почему лучше а почему не послушать эмерсона а потом послушать другую какую-то пластинку почему надо все отметать и слушать только эмерсона лучше буду слушать эмерсона чем вот все остальное я не понимаю вот а другие отзывы жестко положительные и пишется пишется что эта пластинка входит в двадцатку лучших альбомов прогрессивной музыки италии причем пишут как рядовые пользователи слушатели так и разные музыкальные издания у которых там свои рейтинги свои какие-то корреспонденты музыкобеды и там что такое вот 20 лучше лучших альбомов прогрессивного рока италии и конечно и львова де коломбо там присутствует не помню на каком месте не на двадцатом точно но и но и не на первом то есть эта группа не не самая крутая в италии но одна из самых крутых всего одна пластинка и может быть и к лучшему что одна пластинка потому что 2 3 если вы вышли уже пошли бы сравнение вот на первом альбоме было так а потом они скатились в попсу как было со многими и есть со многими итальянскими группами кстати говоря действительно 80-е годы начинали играть откровенную такую не то чтобы дискотечную но и эстрадную такую поп-музыку для радио для лифтов для для телевизора такую-никакую да а потом возвращались обратно в серьезный прогрессивный рок такое такого много это правда вот и льва де коломбо избежали этой участи записав один альбом который остался в истории до пишут за что пишут же что вот вот эти лучших альбомах группа клавишная сразу скажу тем ну я уже сказал что сравнивать с эмберсон лэйкон палмер до не надо сравнивать с эмберсон лэйкон палмер то что здесь играется на фортепиано на синтезаторах на массе клавишных инструментов на муге там на 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 чем угодно все здесь весь инструментарий по им доступны в семьдесят этим году использован но с тем же успехом можно сравнить любую гитарную группу например с группой лэдзеппелин потому что тоже играют на электрической гитаре бас-гитаре и барабанах то есть на этом сходство заканчивается здесь очень серьезный крен в классическую музыку европейскую скажите у эмберсона тоже да у эмберсона тоже и еще у десятков групп тоже причем у самых разных которые играют разные музыку и не обязательно даже на клавишных ничего страшного да и классическая музыка она тоже ведь вся разная правда композиторов тьма все они относятся к классической музыке да и все играют разную музыку так что никакого эпигонство просто тот же инструментарий да в том же условно говоря стиле сложного интеллектуального с воспоминаниями о средневековой и не средневековой классики клавишная музыка в стиле рок очень интересно и я могу сказать что это один из немногих альбомов которые я слышал вообще в своей жизни один из немногих где такие откровенные вставки с отсылками к классике выглядят очень органично не кажется искусственно впендюринами извините за выражение в песню когда идет какой-то роковая песня потом начинается начинать классические пассажи ни с того ни с сего просто потому что мы это умеем моя любимая группа дипе пол одна из их любимых групп дипе пол в этом смысле сильно несколько раз отличилась конечно что вызывает такое легкое недоумение человек имеет полное право играть то что он хочет никто ему запретить не может хочет играет слушается это так себе конечно с легким недоумением но группа при этом все равно очень хорошая и очень люблю вот а здесь настолько органично все вот если брать там первую песню которую с трудом я читаю я с английским то не очень хорошо читаю несмотря на то что понимаю и вполне могу общаться но читать не учили и на ла инде с сиона ну итальянцы меня пускай простят луч первая пьеса которая начинается с органа электрического такого хаммонд не хаммонд не хаммонд точно что-то другое какой-то звук не знаю модели этого клавишного инструмента и такой вот рок как бы клавишный рок гитары нет замечу никакой клавишный рок басовый риф развивающийся и бас здесь играет кстати на на всем альбоме потрясающе и бас и ударные тут не уступают клавишным и гитаре который проявляется на второй стороне неожиданно вдруг очень красиво поются меняются тембры опять таки не наваливается вот все эти инструменты которые здесь обозначены на которых играется клавишник а очень органично очень тонко очень красиво вписывается 1 1 тембр другой тембр один инструмент другой инструмент такие полотна переливающиеся очень красиво и потом вдруг начинается кусок просто такой иоганн-себастьян бах из ненаписанного что называется и так естественно это происходит это не кажется вставленным просто вот я хочу сыграть а-ля бах это просто вот вытекает из самого из начала этой пьесы из серединки и раз уходит вот в эту вот баха образную историю которую обрывает звук муга въезжающий туда и понеслась опять роковая клавишная история ой оу следующий номер с налетом джаза опять-таки клавишного клавишного барабанно-басового рок джаз-рока с бешеной басовой партии которая скрашивает в общем-то эстрадную довольно вокальную линию она действительно она действительно эстрадная если убрать аранжировку убрать переделать музыку она будет прямо там на фестиваль сам рэма куда-нибудь пойдет а здесь звучит насколько красиво и настолько проникновенно быстрая быстрая песня с джазовой такой вот основы очень кайфовая и получается рок вместо эстрады энджа следующая песня в 3 вот это уже чистая италия баллада итальянская очень очень близкая к оперным таким штукам итальянским без налета без всякого налета англо-американской музыки в стиле рок но при этом мощно совсем инструментариям все все здорово вокс д последний номер называется ничто не предвещало очень торжественная такая рок-пьеса близкая здесь наверное к первому альбома эмерсен лекан палмер если вы помните его там такие мощные есть полотна очень похоже ну развивается совсем в другую сторону неожиданно это хорошо а вот вторая сторона она более уже роковая и даже к консиглио вот например второй номер он просто абсолютно такой какой-то английский я бы сказал по построению по мелодике ушла отсюда италия и пришел английский рок опять-таки клавишный да вспоминаем там вандер граф и эмерс лекан палмер и все но только я умоляю не группу триумверат который вот в чистом виде является эпигонами эмерсен лекан палмер если эта группа она самостоятельное существо то группа триумверат но опять-таки на мой взгляд это такой в чистом виде эпигон со мы сделаем также и лучше говорят музыканты играют также как эмерсен лекан палмер здесь нет правда вот эта вещь вторая на второй стороне она в сторону английской мелодики идет но тяжелая вообще вторая сторона очень тяжелая в отличие от 1 прозрачный тяжелая с перегруженными звуками и хамонда и синтезаторы и все и гитара электрическая появляется на первой песне turbo играется гитарная соло очень интересная кстати говоря неожиданно во второй песне тоже играется гитарная соло но самая прелесть это vision della морта 3 пьеса большая начинается с акустической гитары такой стальной звенящий красивый даже не стальной хрустальный такой и кажется но будет сейчас опять итальянская такая распевная штука но ничего подобного начинается стаккат то кстати вот в первую песню очень интересно на первой стороне фортепиано с синтезаторами замешана стакката вот это вот на фортепиано и вокруг летают синтезаторы очень круто здесь та же история но здесь еще мощнее закручена басовая линия закручен размер достаточно странно и уходит в барабанное соло неожиданно вдруг после вот этой баха образный и барочные всяческой красоты красоты вдруг роково 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 и барабанное соло такое убедительное очень и скерца в конце уже фортепиано уже все успокаивается уже все хорошо пластинка очень цельная по музыке ни одной ни одного слабого места я не нашел здесь ни одно ни одной скучной какой-то вот минутки песни все разные альбом не концептуальный но очень цельный то есть сколько здесь восемь до восемь песен один инструментал но настолько цельно настолько все как вот это яйцо просто очень советую